Сдох мой китайский айфон, не проработал даже нескольких часов. Кнопки вот еще что-то тут попереключать можно, но на кнопку питания уже не реагирует. Даже симку ни разу не вставил. Вырубился, когда я настраивал Google Play. Плохая подделка, посмотрите, даже шурупчики не похожи. На одном что-то тут наклеена какая-то бумажка. У меня нет цели его отремонтировать, мне просто интересно покопаться и посмотреть, что же у него там внутри. Приступим. Откручиваю первый шурупчик. Легко пошел. Вот он. Ой, какой маленький, коротенький. И тут еще вот один вижу, который был под бумажкой. Что-то он не крутится. Похоже, резьба сорвана. Да, точно, сорвана. Как тут его вытащить тогда? Не исключаю, что весь телефон держится вот на такой вот пленке. Нет, какой-то мусор не развалился. Еще, значит, где-то пленочка есть. Для кривых китайских девайсов есть у меня вот такой вот кривой русский нож. А может, и китайский. Сейчас буду им чего-нибудь отколупывать. Я так понимаю, это просто наклеечка. Нет, не наклеечка. А, это еще одна пленочка. Вот на ней все и держится. Да. А это просто наклеечка. Под наклейкой вижу, есть просто наклейка, да. Под наклейкой есть шурупчики. Икс какой-то нарисован непонятный. Что это тут еще? И вторая наклейка сверху. Под ней тоже вижу шурупчик. А что такое желтая? А, это эмуляция типа вспышка двойная. На самом деле вспышка одна. Вот, видите, светодиодик. Больше нет здесь ничего интересного. Раскручивая, я полагаю, что вот эту вот фигню, в которую вставляется симка, надо вытащить. Вот здесь микросимка, не нано, как в айфонах. И теперь можно вытащить внутренности из задней крышки. Легко поддеваем ногтем и тащим вниз. Вот, вот все, что есть внутри. Крышечка пластиковая. Кнопочки, дырочки, кнопка включения. Это какая-то антенна. Это я не знаю что. И вот еще одна антенна с контактиками. В разобранном виде тоже не включается. Ага, тач не реагирует. Ну, понятно, всего лишь разобрал. Батарея 1200 мАч. Динамик, зарядная подключается сюда. Это микрофон и гарнитура. Где-то вот здесь память и процессор, не знаю где точно. 2013 год производства. Какие-то микросхемки. И шлейф идет куда-то на тач или на экран, не знаю. Контактики для антенн. И несколько шурупчиков, которые держат всю эту плату. Все, больше ничего интересного. Но плату я не хочу снимать. Я думаю, вся проблема в батарее. Давайте попробую еще раз включить. Вдруг заработает. Вдруг чудо случилось какое-нибудь. Ну, включись. Мигни хотя бы. Нет. Давайте попробуем включить в розетку. И что мы видим? Ну, и батарея разряжена полностью, показывает. А что у нас с вольтажом интересно? Здесь 4,2 вольта. Думаю, подзарядилась немножко. Может включиться? Нет. Нет. Похоже, ничего не зарядилось, не включится. И эта кнопка тоже не реагирует. Жалко. Отпаиваю батарею. И припаиваю новую батарею, которая точно работает. Подключаю зарядную. Она немножко разрядилась. И... Не работает. Да. О, работает, работает. Видите, пошла зарядка. А включится интересно. Ну-ка. О, Android. 4 вольта выдает. Это нормально. А старая батарея что выдает? 2,4. И это ненормально. А если сюда подцепить? О, 4 вольта. Смотрите. 4 вольта. Вот так вот и должно быть. Да, 4,2. А если к проводкам подцепить, то получится 1,7. Только что 2,5 было. Похоже, просто нужно заменить проводки. Батарею. Да. Лой. Что-то очень легко оторвалось. Двухсторонний скотч плохой. Желтая китайская изолента. А у меня нет. Желтая у меня синяя. 4,2. 3,4. Не понял. Я думал, это просто контактики так разведены. А-а-а. А-а-а. Тут еще какие-то есть микросхемки. Я так понимаю, это контроллер заряда. Прямо в батарею устроен. Говорят, они легко взрываются. Да? Литионные-то. Ба-а-а. Раз, контактик. Думаю, эти провода будут получше, чем те тоненькие. Два, контактик. 3,4. Нормально. А на концах проводков. 3,4. Отлично. Заделаю такой же желтой штучкой, как было заделано. Не проводит ток и держит высокую температуру. Из Китая заказано. И синей изолентой. Вдруг без нее работать не будет. Конечно же, лучше желтая, но она уже не клеится. А вот так. 3,4. А теперь припаяю проводок. Посмотрим, что получится. Так. Черненький на минус. Паяльник тоже из Китая. У меня все из Китая. А теперь сколько будет вольт тут на этих ножках? 2,5. Да ептель. Явно плохая батарея. Не хочет брать зарядку. Видите, не идет. Жалко. А если другой батарея, то видите, загружается. Все нормально идет. Да. Как-то ее надо сюда приделать. А только как интересно знать. Понятно, почему я не мог выкрутить этот шурупчик. Это обычная бутафория. Говно не телефон вообще. Китайцы не доделали, так сейчас я доделаю. Сделаю из тебя нормальный айфон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...